Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой сессии этой недели. Снова возвращаемся на финансовые рынки и, разумеется, анализируем то, что интересного произошло за последние торговые сутки и смотрим, что интересное у нас впереди. Напомню, что максимум внимания сейчас приковано к предстоящему заседанию Европейского Центрального Банка, которое может оказаться реально взрывным, потому что ЕЦБ, скорее всего, с большой долей вероятности пойдет на целый ряд коррективов, характерных для монетарной политики. Речь даже идет не только о возможном расширении программы количественного смягчения, может быть, мы увидим даже изменение процентных ставок, прежде всего, ставки по депозитам, ну или, по крайней мере, будет, помимо, опять же, поднятия планки программы QE, расширенные сроки ее действия. Если сейчас они предполагают возможность продления программы, скажем, до конца 2016 года, ну то есть фактически сроки сентября 2016 года, но ЕЦБ реально в виде того, что происходит сейчас с экономикой, в виде, где находится индекс потребительских цен, уже прекрасно понимает то, что без дополнительной поддержки, помощи для нации экономики уже никак не обойтись. Мы продолжаем спекулировать на этой теме и, соответственно, уже неплохо прокатились по динамике евро, но потенциал коррекции еще далеко не исчеркал. Обо всем, собственно, поговорим, как и всегда, подробнее. Давайте вернемся к нашему привычному сценарию. Не забывайте о том, что в ходе этого брифинга я анонсирую очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонус на пополнение. Сегодня величина бонуса 11%, что касается кодового слова, то в качестве такового я выбрал скорости. Действует бонус до следующего брифинга, который состоится, собственно, завтра, поэтому у вас есть возможность использовать его буквально в рамках сегодняшней торговой сессии. Ну а завтра мы поговорим уже о новом макроэкономическом фоне, актуализируем, соответственно, те цели, которые есть у нас по большинству финансовых активов. Ну и, соответственно, вернемся снова к бонусной тематике. Я отмечу и анонсирую уже новый бонус. Начнем с нефти. Актуальные котировки сейчас 44.76, клоуз вчерашнего дня 44.55. Знаем то, что ключевой идеей для рынка по-прежнему остается заседание ОПЕК. Оно запланировано на эту пятницу. Это реально серьезный инфоповод для нефти уж точно определяющий. И если ЕЦБ мы интерпретируем как, опять же, серьезное событие, способное напрямую повлиять на судьбу европейской валюты, то как раз динамика бренда, WTI, в общем, энергетического сырья углеводородов будет зависеть от предстоящей встречи ближневосточного картеля. Поскольку нефть находится под давлением, это очевидно, может быть, это связано с тем, что участники рынка прекрасно понимают то, что ОПЕК будет дальше лоббировать свое позиционирование через сохранение доли на рынке и не пойдет на изменение и пересмотр квоты. На сегодняшний день она составляет 30 миллионов баррелей в сутки. Фактически объемы мы знаем, что выше. И то, что эти показатели сохраняются на текущих значениях, это позволяет нам планомерно снижаться вместе с брендом, идти к нашим долгосрочным целям, которые сейчас выставлены в районе 40 долларов за баррель. И мы видим то, что фундаментальная картина не меняется. Против бренда действует также и регулярный прирост запасов нефти США. Эта неделя, надеюсь, не будет исключением. И, соответственно, как по версии АПИ сегодня, в частности, это оценка. В среду у нас уже Минэнерго США, официальные данные. Но думаю, что мы найдем поводы для распродаж и непременно воспользуемся ими. Против нефти действует также и рост американской валюты. Здесь факторов поддержки для баксов также достаточно. В принципе, даже дополнительных экономических стимулов со стороны ЕЦБ уже достаточно, чтобы доллар использовал это в качестве позитивного фактора для себя. Потому что это позволяет нам вернуться к абсолютно очевидному свидетельству контраста монетарных политик. И, разумеется, американец от этого только выигрывает, а рост курса американской валюты оказывает давление на стоимость сырьевых активов. Тех активов, чья стоимость номинирована в долларах. Как раз нефти один из них. В общем, тотально фон за последнее время не изменился. Мы видим то, что наши старые идеи, они по-прежнему работают. И не в виде оснований, чтобы отказываться, опять же, от возможности еще большего снижения бренда. Значит, не будем их искать. По бренду, соответственно, продолжаем ориентироваться на ближайший уровень 42, а там далее 40. И если все пойдет так, как нам хочется, конечно же, и если сценарий будет развиваться, опять же, в том ключе, который мы обозначили, и после пятничного заседания ОПЕК мы убедимся в том, что для ближневосточного картеля все-таки основной посыл связан с сохранением доли, значит, доберемся до этого рубежа очень быстро. Что касается российской валюты против доллара, актуальные котировки 66.32, здесь пока все без изменений. Поскольку мы традиционно проводим параллели с нефтью, здесь понятно, что и в целом динамика рубля также будет напрямую зависеть от итога встречи ОПЕК в эту пятницу. Но поскольку коррекционный настрой уже заложен, и я думаю, что именно в этом ключе и будет обстоять ситуация развиваться, значит, по рублю ждем девальвации еще одного витка, который легко способен отправить российскую валюту против доллара выше уровня 67 в район 68. Как только это произойдет, будем ориентироваться уже на новые значения, которые связаны с возможностью обновления пары USD-RAPP мощнейшего сопротивления, которое сейчас обмаячит в районе 70 рублей против доллара. Далее идем. Европейская валюта против американского конкурента. Евро, как мы видим, находится под давлением, ну, если не брать в расчеты сегодняшнюю торговую сессию, хотя еще не вечер, мы видим, как очень быстро настроения могут меняться. Понятно то, что вопросов у тех, кто детально анализирует общий фундаментальный фон, почему евро корректируется, нет, это совершенно понятно, ясно и очевидно. Мы продолжаем спекулировать на главном новостном фоне и возможности изменения монетарной политики со стороны ЕЦБ уже вплотную подошли к этому событию. Вот, по сути, сегодня у нас торник, две полноценные торговые сессии, потому что четверг уже как раз тот день, когда вот эта фундаментальная бомба заложена и таймер, по сути, уже тикает. Мы ждем выступления ЕЦБ, мы ждем соответствующих изменений монетарной политики, мы ждем дополнительного драйвера для ослабления европейской валюты. Говоря про вчерашнюю торговую сессию, были опубликованы несколько отчетов, в частности, хочу обратить ваше внимание на динамику роничных продаж в Германии. Месячный показатель просел просто крайне негативнейшим образом. Минус 0,4% против прогноза, точнее, прошлого уровня 0%. Годовой 2,1% против 3,5% в прошлом месяце. Снижение, в частности, в месячном эквиваленте продолжается уже третий месяц подряд. Полноценная рецессия. Я думаю, что роничные продажи и факты к слабости очень тесно коррелируют с той порцией слабых макроэкономических данных, которые мы получали за последние недели. И полномерно уже тогда делали вывод о том, что потребительская активность сейчас переживает худшие времена и надеяться на то, что роничные продажи будут достойными и смогут в итоге вытащить экономику в период рождественских распродаж не стоит. Сейчас, судя по всему, все реализуется так, как мы прогнозировали. Почему немецкий ритейл, розничные торговцы так плохо начали в декабре? Особенно тогда, когда этот месяц, по сути, характеризуется самыми масштабными распродажами. И в этот месяц ритейл получает самые большие прибыли. Я думаю, что здесь еще есть отголоски вот этих трагических событий, которые произошли в Париже, связанные с террористической атакой. Люди попросту боятся сейчас посещать массовые мероприятия с большим скоплением. Соответственно, населения, людей. И запланированные ярмарки, которые сотни, даже тысячи в рамках той же самой Германии, ну и еврозоны их еще больше. Они, к сожалению, наверное, в этом месяце и в этом рождественском предновогоднем ралли будут терпеть колоссальные недоборы. И я думаю, что этот месяц будет весьма утручающим. То есть спустя 30 дней мы подведем статистику, разумеется, итоги рождественских распродаж. Но я думаю, что первый квартал, исходя из присутствующих абсолютно оправданных, обоснованных опасений людей, сейчас могут быть очень плохими. А значит, экономика начнет новый 2016 год с весьма пессимистичных данных по темпам экономического восстановления. Я делаю на эту ставку, потому что это, наверное, логичный вывод, особенно на фоне тех цифр и той статистики, которую мы получаем и анализируем в последнее время. Плюс ко всему, вчера вышли данные по индексу потребительских цен Германии. Думаю, что если бы этот отчет не смог чуть поднять настроение на трейдеров, евро бы просил еще сильнее. Но индекс потребительских цен в рамках Германии вырос, правда, чуть-чуть, 0,1% как в годовом, так и в месячном эквиваленте. Но все равно он находится на крайне низких значениях, по сути, рядом с депляционной пропастью. Не думаю, что нужно интерпретировать этот отчет как серьезный позитивный фактор. То есть, есть основания для последующего роста. Нет, это просто локальный прирост. Конечно же, если ценам на энергоноситель удастся восстановиться, нащупать основания и возможности для долгосрочного роста, тогда мы будем пересматривать свои, скажем, вот эти негативные прогнозы по индексу потребительских цен. Но пока этого не происходит и мы не поддаемся вот этому ложному позитиву, потому что прекрасно понимаем, что общая тенденция не меняется. Эта тенденция по-прежнему толкает уровень инфляции в рамках развития экономика к нулевым значениям. А вот по некоторым регионам, в частности Англия, уже зафиксирован минус на целых 0,1%. Я думаю, что спустя месяц ситуация не изменится, а может только уходится. Поэтому по европейской валюте на сегодня, если я обращать внимание, в частности, индекса PMI, производственной активности в промышленном секторе Германии и еврозоны, думаю, что на фоне тех удручающих стат данных, которые мы получили в последнее время, слабой потребительской активности промышленного сектора, производственного сектора, до этого в целом, не только через индекс маркета, слабые показатели по тэпам экономического роста, это больше настраивает на возможность увидеть слабый отчет и от, скажем, аналитиков по версии маркета. Поэтому для евро сегодня, думаю, что может, скажем, оказаться еще одна разгулочная сессия, даже несмотря на тот рост, который мы видим сейчас. Наша идея, точнее, моя идея, которая была направлена на возможность поднятия пары с уровня 1.05.90. Напомню, что тогда я рекомендовал воспользоваться лимитным ордером buy limit, купить пару с этого значения. Мы видим то, что сейчас актуальные котировки 1.05.37, то есть 0.5.76. Соответственно, мы уже в этой сделке. Стоп-лосс у нас в районе 1.05.50, что касается тейп профита 0.7.50. Пока эта идея работает, соответственно, посмотрим, что будет дальше. Но я думаю, что она будет закрыта либо по тейп профиту, конечно же, хотелось бы, либо по стоп-лоссу уже, наверное, до обеда завтрашнего дня, и потом мы уже переключимся на ИЦБ и рассмотрим возможности основы таких тактичных и выверенных продаж, потому что они будут иметь большее фундаментальное основание. Далее идем. Фунт против американского конкурента. Видим то, что фунт по итогам вчерашней торговой сессии заработал нам очень много профита. И речь идет не только о какосочных трейдерах, речь идет и о среднедолгосрочных трейдерах также, потому что у нас профитным ориентированным было значение 1.50. А по факту Британия спросила еще сильнее. Минимальный уровень 1.4993. Большое спасибо фунту. И большое спасибо, конечно же, себе, потому что вы приняли верное решение, адекватно оценив тот фундаментальный фонд, который характерен для британской экономики. Мы нашли достаточно оснований для распродаж. Британцы против доллара воспользовались, соответственно, этими возможностями. Что делать сейчас? Я считаю то, что та информационная картина сейчас, которая складывается вокруг британского регулятора, она не позволяет делать ставку на усиление позиции фунта. С чем это связано? Потому что это связано, прежде всего, с, опять же, возможностью изменения монетарной политики европейским центральным банком. И если эта политика будет изменена, а сомнений в этом практически нет, для Англии могут возникнуть серьезные экономические риски. И очередной виток девальвации может спровоцировать крайне неблагоприятные последствия, а может быть даже катастрофические последствия для потребительской активности в Англии, для показателей розничных продаж, для промышленного сектора и для, соответственно, данных по ВВП. Это связано с тем, что еврозона является ключевым экспортным рынком сбыта для британских бизнесменов. А значит, если на текущий момент Банк Англии не предпримет все возможные меры, которые будут направлены на искусственное ослабление британской валюты, значит, эти риски станут реальностью для Англии. И мы будем констатировать уже по итогам первого квартала 2016 года очень неплохую просадку по экономическому росту. Для того, чтобы избежать это, нужно ослаблять искусственно сейчас курс национальной валюты. Может быть, это стоит сделать через вербальные заявления. И, кстати, хочу подвести вас плавно к одному из важных отчетов сегодняшнего дня. Это выступление, точнее, инфоповодов, выступление председателя Банка Англии Карни. Оно состоится в 12.00 по московскому времени. И кто знает, может быть, Карни придерживается такой же позиции, как и мы. Осознает, безусловно, конечно же, осознает те риски, которые имеют место быть для английской экономики. И, может быть, мы сегодня через какой-то намек дополнительный о том, что британский мегарегулятор допускает возможность даже смягчения экономической политики, а повышение процентных ставок уже никто не говорит. Но, может быть, решение программы количественного смягчения, либо какие-то дополнительные инструменты, которые будут направлены на стимулирование экономики, может быть, даже через снижение процентной ставки. Вербальных заявлений будет достаточно, чтобы фунт активно начал снова услабеть. Но наша, скажем, цель в этот момент дождаться вот этого падения британца, выставить отложку селл-стоп с уровня 1.4980, тейк-профитом 1.4850 и стоп-лоссом 1.5030. Если коррекция пойдет, мы ее обязательно поднимем и прокатимся на еще большем ослаблении британца. Далее, доллар против японской иены. Хайп вчерашнего дня – 123.33. Сейчас пара торгуется в районе 123.08. Видим то, что сопротивление, точнее уже поддержка даже 123, прошу прощения, держится. Значит, у нас, исходя из фундаментального фона, есть факты роста доходности американских трежей. Между прочим, на текущий момент многолетки находятся на максимальных уровнях за последние несколько месяцев. У нас есть очевидный контраст политика ФРС и ЦБ, и даже можно говорить о том, что точно такой же контраст характерен не только между ФРС и ЦБ, но и между ФРС и Банком Японии. Потому что вот буквально сегодня формулировки утром со стороны Банка Японии о том, что для достижения целевого показателя по инфляции японский мегарегулятор готов пойти на любые инструменты и шаги, в том числе и нарушение программы кодичного смельчения. Это как раз то, о чем я говорил несколько дней назад. Поэтому и касательно пары доллара и японская и иена у нас ничего не меняется. Мы ждем уровень 125 и видим то, что полномерно движемся, соответственно, к этому значению. Сегодня на азиатской торговой сессии видим то, что японская валюта окрепчает. Это связано с тем, что также на азиатских торгах вышли данные по индексу производственной активности Китая. В частности, статистика снова плохая. Индекс просел в очередной раз на 49,6 против прошлой оценки 49,8. То есть этот негативный тренд сохраняется. И мы прекрасно понимаем то, что Китай по-прежнему остается вот этой бомбой негативного характера, которая оказывает деструктивный эффект на мировую экономику в целом. Поскольку снова мы увидели слабые данные по промышленному сектору, на рынке появилась идея того, что не стоит ли нам пока переждать вот эти риски в защитных инструментах. И снова спросом пользуются как франка, иена и драгметалл. В частности, иена растет. Видим то, что USD свесит, также корректируется. Но это временное явление, потому что у нас уже есть опыт говорить об этом, даже в исторической перспективе. И мы понимаем то, что подобного рода опасения и тенденции, они быстро сходят на ней. Значит, есть вероятность того, что рынок уже к концу сегодняшней торговой сессии вернется к прежним инвестиционным идеям, которые основаны, опять же, на ослаблении рисковых инструментов, слабости японской иены и росте американца. И все это будет способствовать, опять же, движению тех основных спекулятивных дуэтов валютных активов, которыми мы руководствуемся к тем ориентирам, которые поставили. Значит, доллар и японская иена по-прежнему метим в район 125. Что касается прочих инструментов, в принципе, по евро-доллару я также уже поставил цель. Фунта ждем срабатывания селл-стопа с уровня 1,4980. Доллар канадец. Актуальные котировки 1,3346. Здесь пока точно все без изменений. Ослабление нефти может стать очень быстро основанием для ослабления канадцы и роста американца. Плюс ко всему, сегодня еще в 16.30 по московскому времени будут опубликованы данные по ОВП Канады. За последние две недели, когда выходило три недели даже наибольшее количество важных отчетов по Канаде, статисты меня не убедили в том, что для канадской экономики созданы условия для восстановления. Поэтому от сегодняшнего отчета я ожидаю слабости. Ну и этот отчет может стать причиной, разумеется, просадки канадца против доллара. Это также располагает к тому, чтобы мы продолжали двигаться по USD-каду в район 1,35. И еще хотел сказать про пары USD-свиси. Напомню, что у нас была идея байстопа с уровня 1,02-0,5. С трейд-профитом 1,0350, с топ-лоссом 1,0150. Актуальные котировки 1,0270. Пока эта идея работает. Уверен в том, что мы доберемся до нашего профитного ориентира 1,0350. Тем более, что буквально на прошлой неделе мы практически коснулись этого мощного сопротивления. Но чуть-чуть не хватило, конечно же, силенок доллару. Соответственно, при фундаментальной поддержке для американца эта идея также будет реализована. Кто знает, может быть, эта поддержка придет и сегодня, потому что из отчетов американского происхождения я советую обратить внимание в рамках сегодняшней торговой сессии на индекс АСМ в США в 18.00 по московскому времени. И в это же время выйдет индекс разгона инфляции. Может быть, даже более важный отчет. Полагаю, что если индекс подрастет, значит, можно будет снова говорить о наличии оснований для постепенного восстановления уровня инфляции в рамках США. Но это еще больше усилит, опять же, настрой тех трейдеров, которые верят в отсутствие... Точнее, верят в готовность американской экономики к повышению процентных ставок. То есть, в это верим и мы. Собственно, на этом все. Еще раз напоминаю, что величина бонуса на сегодня 11% в кодовое слово скорость. Если есть вопросы, либо комментарии, вы знаете, что можно оставлять их на нашем официальном канале на YouTube, либо воспользоваться аналитической веткой на форуме Amarkets. Поэтому спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.